Вначале о том, что УЕФА рассмотрит поведение фанатов на матче сборной России и Англии. Болельщики пронесли на трибуны пиротехнику. Во время игры на поле полетели фаеры. А после окончания матча россияне прорвались в сектор фанатов сборной Англии. Впрочем, жарко в Марселе было еще и до начала игры. Какая обстановка в городе сейчас узнаем у специального корреспондента радиостанции Вести ФМ во Франции, Регины Севастьяновой. Она выходит с нами на прямую связь. Регина, здравствуйте. Расскажите, как реагировала полиция и что сейчас происходит в Марселе? Удалось ли успокоить фанатов? Но накануне действительно здесь было очень жарко и продолжают, например, вот мы с коллегами продолжаем обсуждать активно произошедшее. Тем более, что, как вы упомянули, УЕФА будет рассматривать инцидент с участием российских болельщиков на стадионе на последних минутах матча накануне. Сегодня будет возможно уже решение, понесет ли наказание российская сборная за поведение своих фанатов на знаменитом велодроме. В конце матча два фаера вылетели на футбольное поле, еще один продолжали болельщики сжечь на стадионе в секторе. Как им удалось это пронести? Это большой вопрос, естественно, тем, кто организовывал безопасность на стадионе, потому что этот матч изначально был помечен как матч красного уровня, то есть повышенной опасности. Тем не менее, те вот эти четыре кордона, которые проходили фанаты, не доглядели и позволили россиянам пронести на стадион «Фаер». Здесь специалисты высказывают, англичане и английская пресса, кстати, если посмотреть на ее страницы сегодня, прям очень настаивают на том, что у российской сборной должны очки снять, вернее, набранное накануне очко в этом матче. Но, тем не менее, специалисты говорят о том, что, судя по всему, России, увы, придется заплатить штраф за поведение своих фанатов. Самое любопытное в этом заключается в том, что если посмотреть на коммунике UEFA, я вот его держу в руках, то как раз англичане никакого наказания за свое поведение в городе в течение последних трех дней не понесут. В этом коммунике особо подчеркнуто, что UEFA не отвечает за то, что происходит в городе, и не оценивает то, что происходит в городе. Поэтому эта организация рассмотрит исключительно инциденты, которые произошли на стадионе. Ну, а те беспорядки, которые творились на улицах Марселя, это все в юрисдикции, собственно, городских властей. По этому поводу высказались уже представители как федеральной власти, так и городской власти. Так, министр внутренних дел Франции Бернар Котнев заявил, что в очередной раз международный футбольный турнир сопровождается сценами столкновения между враждебными индивидуумами, позиционирующими себя как болельщики национальных команд, заявил Бернар Котнев, и он подчеркнул, что на его взгляд это псевдофанаты, единственная мотивация которых — нарушение общественного порядка. В свою очередь, в мэрии Марселя отметили, что они тоже обсуждают эти инциденты, при этом считают, что были хорошо подготовлены и обеспечить безопасность на большем уровне, на более высоком уровне, просто не представляется возможным. Последняя цифра сводится к тому, что 35 человек пострадали. Один британский фанат по-прежнему находится между жизнью и смертью. Похоже, ему его ударили по голове железным прутом, и на данный момент медики опасаются давать какие-либо прогнозы. Десять человек задержаны. Среди задержанных есть один россиянин в Генеральном консульстве России в Марселе, и подтвердили, что ему может грозить тюремное заключение. Наиля. Это была специальная корреспондент радиостанции Вести ФМ во Франции, Регина Севастьянова. Она рассказала об обстановке в Марселе, где накануне произошли столкновения футбольных фанатов. Ну и, как только что стало известно, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза из-за поведения фанатов. Болельщикам вменяются беспорядки, российское поведение и использование пиротехники. Слушания состоятся 14 июня.